Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Пластинка ТВ. Сегодня такое техническое видео, посвященное звуку на моем канале, будет в разделе блога. Дело в том, что один мой хороший друг попросил меня помочь ему очистить от шумов одну запись, которую он сделал с пленки. Но, к сожалению, запись на этой плобине была любительская, делалась давно, в какие-то то ли 80-е, то ли даже 70-е годы, с соответствующей аппаратурой такой, не очень высокого класса, поэтому там какие-то шумы, гудёж, свистёж и прочие другие неприятности. И вот сейчас мы с вами попробуем от них избавиться. Я вам покажу самый простой и действенный способ для этого, который сам частенько использую. И, кстати, этот же способ можно использовать, например, для очистки записи голоса от шумов, когда вы записываете с микрофона. Но давайте откроем файл, который он мне дал, и поглядим своими глазами на то, что там происходит. Вот рекорд 1. Открываем. Ну и видим, вот это пики записи. И вот здесь у нас идёт вот такой вот здоровенный фон. Давайте даже его проиграем. Ну вот, видите, запись остановилась. Дальше уже пошёл шум от плёнки. То есть вот эта часть – это шум от самой плёнки. А вот здесь на самой записи очень сильный, очень серьёзный низкочастотный гул. И что мы можем попытаться с этим сделать? Самый простой вариант – это использовать фильтр Denoise программы IZotope RX Advanced. Забудьте про IZotope Audition, про Sony Soundforge и прочие аудиоредакторы. Для реставрации аудиозаписей я рекомендую использовать именно IZotope RX Advanced. Один из лучших аудиоредакторов, заточенных именно под реставрацию старых аудиозаписей. Ну что ж, давайте приступим. Откроем Denoise. Здесь вот можно выбрать по умолчанию пресет Highest Quality – наивысшее качество, чтобы меньше потерь у нас было при обработке звука. И проделаем следующее. В принципе, с фильтрами на самом деле в Adobe Audition и Sony Soundforge примерно такая же механика, но только здесь у IZotope свой фильтр, который мне лично больше нравится. Берем вот этот вот участочек, выделяем. Можем его прослушать. Ну вот, слышите, мы как бы берем эталон шума. Хорошо, что у нас в данном случае есть такой пустой участок, и мы можем захватить шум из него. Нажимаем кнопочку «Лю». Отлично. У нас захватился профиль нашего шума. Далее. Прежде чем приступать к обработке целиком всего файла, я обычно проверяю, насколько фильтр давит шум вот на этом самом тестовом отрезочке, с которого я захватил профиль. Потому что на нем это нагляднее всего. Ну вот у меня сейчас стоят настройки все по умолчанию. Как в пресете. Нажмем кнопочку «Процесс» и применим фильтр. Проиграем. Ну вы видите, уже, уже просто, уже гораздо лучше. Просто, как выражаются иногда, небо и земля, да? Отменим. И давайте поиграемся немножко с параметрами. У нас есть параметр «Threshold» и «Reduction». Ну, соответственно, «Threshold» — это сила воздействия, «Reduction» — уровень подавления шума. Давайте увеличим параметр воздействия. Ну, например, у нас тут уж очень сильный, конечно, фон. Ну давайте на троечку поставим. Это уже, конечно, много. На троечку. Ну и здесь, ну давайте поставим пока, ну на 15. Посмотрим на результат. Ну вот, практически уже не слышно. В принципе, даже я бы сказал, что уже достаточно. Потому что на фоне музыки такой фон слышен не будет. Да, ну давайте можем еще увеличить силу воздействия, чуть-чуть до 16 поднять. Или даже до 16 с половиной вот так. Попробуем применить. Вот, мне кажется, мне кажется отлично, что больше на самом деле и не нужно. Отменяем. И теперь можем применить данные настройки ко всему файлу целиком. Обратите внимание, что у нас здесь еще есть параметры «Artefact Control». «Control» — «Контроль артефактов». То есть, это в зависимости от того, какого характера у вас ваша аудиозапись. Чисто голос, чисто музыка или смешанный голос и музыка вы можете, соответственно, перемещать вот этот ползунок, регулируя степень воздействия фильтра на соответствующие частоты. Но сейчас мы с вами оставим все по умолчанию, чтобы посмотреть, что дает фильтр со стандартными настройками. Давайте применим ко всему файлу. Отлично, фильтр применен. Мы видим результат его работы. Можем прослушать любой участок. Ну, вот такой звук мы слышим после применения фильтра. Давайте отменим и послушаем, как запись звучала до него. Но вы слышите, что мы достаточно эффективно поборолись с фоном. Давайте вернем наши изменения. Послушаем еще раз. В принципе, если слушать в наушниках, то еще слегка прослушивается еле-еле заметный фон. Хотя, на самом деле, я думаю, он сейчас слышится еще потому, что мы знаем о его наличии. Это такой тоже немаловажный психологический фактор при прослушивании. В таких случаях мы еще можем посмотреть, на какой частоте у нас этот гул. Для этого мы приближаем нашу картинку со звуковой волной. Немножко изменяем масштаб по оси частот и смотрим, что это у нас все такое. Я просто предположил, что это, возможно, фон сети переменного напряжения 50 или 60 Гц. потому что, если у вас очень явный фон сети присутствует на записи, то можно применить фильтр DH удаление соответствующего гармоники. Давайте попробуем 50 Гц удалить. Посмотрим. Тут потому что от него тоже какие-то следы есть. Ну вот, да, да. Это все-таки от фона сети были оставшиеся гармоники. Так что теперь после всех этих фильтров я думаю, у нас уже не должно остаться никаких лишних призвуков. Послушаем. Да, мне кажется, отлично. Отлично. Для наших целей более чем достаточно. В принципе, можно продолжать еще заниматься вычищением вот этих всех наводок. Но, мне кажется, для такой записи этого более чем достаточно то, что мы с вами сейчас проделали. Ну что ж, отлично. Я вот вам показал как можно быстро и просто побороться с шумом фоном. Покажу еще одну вещь. Давайте отменим все, что мы сейчас сделали. Теперь я вам хочу показать еще одну вещь. Давайте вернемся к захвату шумового профиля, который мы делали в самом начале. Откроем фильтр Denoise. Ну и еще раз выделим вот этот вот участок, с которого мы захватывали фон. Да. Повторим захват. И смотрите, есть еще одна такая очень хорошая вещь. Мы можем поставить вот эту галочку Output Noise Only и применить фильтр ко всему файлу. Отлично. Теперь снимем выделение и посмотрим на результаты работы фильтра. А в этом режиме вот с поставленной здесь галочкой Output Noise Only соответственно у нас после обработки файла фильтром остается не полезный сигнал, а остается тот шум и тот фон, который фильтром удаляется из звука. И таким образом мы можем с вами проконтролировать в наушниках, слушая и смотря на график наглядно, не удаляет ли фильтр какие-либо полезные сигналы и частоты из нашей записи. Мы можем выбрать просто любой кусок и прослушать. Ну, как мы видим, ничего кроме вот этого сильного гула ну и высокочастотного фона сверху из записи удалено не было. Так что мы можем смело применять этот фильтр на нашу запись. Ну вот, дорогие друзья, такие вам полезные фишки сегодня постарался показать. Извините, если было немного все скоростечно и не очень понятно. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по тому, о чем еще можно было бы рассказать по поводу обработки аудиозаписей. Лайк, подписка, группу ВКонтакте, Фейсбуке. Спасибо за внимание, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok